Привет, друзья! Сегодня у нас 18. Жара, но то и Сибирь. Многие даже европейцы и прочие американцы при слове Сибирь сдрагивают и не знают, что Сибирь это тепло. Правда, комаров хватает. И сейчас я кое-что вам расскажу. Я не зря упомянул комаров. Итак, Сибирь, Сибирь и рознь. У нас практически райское место. Не зря здесь растут многие виды, которые даже наука считает, что это невозможно. Причем не в укродной форме. Но это не тема сегодняшнего занятия. Как бы это сказать. Другая тема, назовем это, назовем это опять, наверное, около садовой рассказы. Вокруг да около. Вот. Когда я начал печататься и появились мои статьи, вот, потянулись сюда люди из породы птенцов Владимира Магре. Так можно выразиться. Сотни тысяч людей сошли с ума. Книги про таежную отшельницу Анастасию. Совершенно сказочный персонаж. Миллионы людей восприняли как реальность. А сотни тысяч людей решили перебраться из душных городов на открытый воздух. Вот. Ну, а у меня копились наблюдения, информация. К тому же, что из моих же публикаций получалось, что я живу почти в раю. Я и сейчас так считаю, что я живу практически в раю. Вот. Уже то, что нас комары достают, но не так достают, как это. Вот. Бывало, что отдельное лето, особенно, засушливо. А комары не любят засухать. Им дожди подавай, лужи подавай. Они в каждой луже разводятся. Вот. Отдельное лето мы их даже и не замечали. Например, хочешь траву, накидываешься на тебя. Не трогаешь траву, и они тебя не трогают. Вот. А почему я начал с этого? Один из приездов молодого человека, которым было лет 25. Он приехал с видеокамеры из города Томск. Вот. Он был очарован книгами Мегре. Он был чистый анастасиевец. Уже в то время появились гимны у анастасиевца, песни анастасиевца. Вот. И вы бы видели, когда он в минуты отдыха, когда мы с ним ничем не занимались, просто ничем. Он включал, уже забыл что. Может какой-то маленький макдафончик, что-то добыл, я не помню. Вот. И когда звучала мелодия, ну про природу, красивую мелодию, он закрыл глаза, сидел и раскачивался. Вот это был чистый анастасиевец. Вот. И он рассказал страшную, на мой взгляд, страшную историю. Потому что любое дело можно загубить. И так жители Томска. И так они объединились. 100 человек превратились в небольшую организацию, самая дотошная от имени этой организации. Пошли в администрацию, сказали, дайте нам землю. Прошу прощения. Бывает по теме звонят. Алла Железова на проводе. Ещё раз фамилию. Багринцев Виталий. А, Виталий, привет. Старый друг. Давненько не созванивались. Виталий, вот смотрите, я почему перебил. Именно в этот момент идёт пятая минута, я снимаю фильм. А, ну понял, всё тогда. Нет, минутку, минутку. А вы сейчас вдруг такой вопрос зададите, который всем интересен. Вот так бывало. Фильмов сотни. Меня интересует обстановка по Косточковым в этом году. О, это я всем расскажу. Мне, извините, кушать хочется. Ещё куча детей, которые меня дедом называют. Давайте так. Обстановка, вы имеете в виду запасы урожая 22-го года? Или следующий урожай, свежий? Ну, прошлого года я знаю, потому что, как бы, созванивался. А вот этого года, потому что зима была очень непредсказуемая. И дожди у нас были. Как у вас? У нас тоже плохо. Дело в том, что я, в принципе, ждал, что урожай будет слабый. Почему ждал? Потому что урожай, который был в том году такой, что я был бы удивлён, если бы он ещё повторился хотя бы наполовину. А получилось так. Мне было интересно. Я же ещё и наблюдаю. Вот. И что случилось? Случилось следующее. Приходит относительно холодная весна. Я радуюсь. Потому что холодная весна всегда сопровождалась урожаем абрикосов. Не важно, много пчёл, мало пчёл. Всегда холодная весна, она почему-то тянется до мая. До середины мая обычно. И тогда нет заморозков. А вот после горячей весны, жаркой всегда заморозки. И вдруг заморозков не случилось. Я хожу, и даже в фильмах показывал, я хожу от дерева к дереву. Вот. Щупают цветочные почки. Они не отваливаются. Ну, думаю, сейчас свести будет. И что вы думаете? Отваливаться не стали и не зацвели. Я понял. Нет, я имею в виду, не зацвели 90%. Вот. И я тогда прикинул сам себе на уме, значит, всё-таки существует какая-то сила, которая управляет всем процессом. Потому что сливы были, яблони, груши прекрасно от цвели завязались. А абрикосы, вот суперрожай-то был именно по абрикосам. Так, а вот ещё я хочу вопрос такой задать. В том году я брал у вас черенки Тотарова, Валерия Александровича, по-моему, да? Владимир Александрович. А, Владимир Александрович. Прививка была очень хорошая. Прирост больше метра, наверное. Ну, да, грушу рассашанская десертная, потом Тотарова зимняя, потом, ну, короче, Добрянка, потом Лесная красавица. Ну, много сортов. Рассашанская десертная была привита у меня на грушу, так, по-моему, ну, какая-то такая полукультурная алтайская селекция. Ну, не колонадин, да просто каланча растёт высоко. И, главное, привита была внизу, как бы от корневой шейки. А нет, после зимы не проснулась. То ли уж вот, в январе у нас дожди были, как бы, вот теперь была хорошая. А потом резкий мороз, может, и это повлияло. Верхние, как бы, прививки хорошо пошли, а нижние, нет? Или, думаю, что этот ствол я, ну, как бы, не стал спиливать, он получился у меня, это, прививка, как она называется, инфицированная. Инфицированная, это мой термин, да? Нет, я это ещё до вас, как бы, слышал. Это, когда ствол не срезается, а, ну, в скелетную ветку прививаешь. Так, понятно, но только я всё равно не смогу вам сказать, почему, с чем связана эта неудача. И абрикос, слива была привита красномяса на абрикос, он в этом результате оказался культурный, урожай дал. Я не знал, до этого, что он, как бы, выращен был из косточки от Бродского. И тут же был привит на, ну, на манжурца, на дикаря. На дикаре, главное, та же прививка живая осталась, а на культурном погибла и вместе с абрикосом. Только вот зима повлияла вот так, ну, короче, такая ситуация у нас случилась. Ну, знаете, у меня зимы тоже были всякие. И суть теперь, я помню, январские дожди когда-то были. Всё было. В январе, помню, дождь, а я как раз это. Ну, январе у нас ручьи текли, ну, куда, к чёрту, это годится? Вот, но, тем не менее, видите, мне легче всех, как приходится. Случайно получилось. Я не мог сильно расширяться. Ну, было 200 сортов. Каждым плотно заниматься не мог. Выбрал самые перспективные. Получилась узкая дорожка. Везде подвой манжур... Этот, уссурийская груша, если говорить о грушах. Манжурский абрикос. Связи внутривидовые. Вот, и поколение за поколением. Теперь им вообще ничего не страшно. И сад, какая бы ни была зима, лето, осень, весна, я рассказывал про дикие засухи и про страшное холодное лето, когда всё, когда вода стояла в воздухе. А ни одной крапинки, ни одна, на тех же абрикосовых листьях абсолютно чистая. Не может этого быть. Вот. А оно случилось. А мне теперь какие выводы? Значит, вы сейчас фактически, вы назвали один подвой, второй подвой, разновидовый подвой. Вы действуете методом тыка. Большинство неудач, это обязательно, чем удача. Вот. В какой-то момент вы повторите, повторите. Ну, вот сейчас, Виталий, мы давно дружим. Сколько вам лет? Я не знаю до сих пор. Мне 56. Ну, чуть не сказал мальчишка. Я 51 год бросил завод, в смысле, уволился. 51. А в 56 сожгли этот сад мой, чуть искал маточный, промышленный сад, я обманываю. Вот. И много еще что сгорело. Ну, считайте, начало там, фактически 56 лет. Вот. И получается, что узкая тропинка, вот, я же рассказываю не только вам. Неудачи были, будут. У меня они, скажем, года меньше и меньше, потому что вот такая жесткая практика. Всегда тот же подвой. Персик, вот, Хасанский тоже у меня погиб. Ну, здесь я не укрыл его, решил поэкспериментировать. Ну, и такая весна, вернее, зима, и не проснулся он. Хотя уже высотный был. На будущее, я говорю, вам и всем, даже Хасанский персик требует на Урале, в Сибири, в Дальнем Востоке укрытия. Ну, с сеянцем он еще был посеян, посажен, вот что. Ну, а он еще и не привитый. Ну. Вот. Укрытие полностью или хотя бы нижняя половина. И вот что я думаю. Не знаю, случайно, не случайно ваш звонок раздался. Вы же не нарочно мне звонили под эту запись. Мы потом все равно бы записали наш разговор. Так сложилось. Я начал с совсем другого. Вот. А сейчас получается, что? Как этот разговор нам закончить? Вы спросили, как у меня дела. Ну, абрикосы очень слабые урожаи. Все остальное в порядке. Деревья живы. Деревья целы. Получается, что, как говорил Владимир Ильич Ленин, верной дорогой идете, товарищи? В следующем году будет большой урожай. И так далее. С того года, что, ну, как бы ходили абрикосы эти, ели, тут же плевали. Схожесть, как бы, очень... Ну, косточки подошли у меня. Но они получаются дикари. Дикари. Почему? А в основном у меня под скальным. А, ну это да, это будут дикари. Нет, их можно будет использовать в переработке. Ну, на подвой. Подвой и переработки. Ну, опять всем говорю. А, потому что они вкусные? А, тем более вкусные. Ну, придется так. Если уже заниматься скальным, то только скальным. Весь успех мой, вот этот, грандиозный, связан только от того, что из 40 лет, 30 с лишним лет, все подвои с одного дерева. Вот она это. Вот. Это редчайший случай. А где такие деревья в стране? Ну, у меня же манжурец ваш растет, вот. Ну, вот видите, у вас теперь будет такая же возможность. Вот. И через 10-15 лет у вас проблемы не станет. Ну, а это все впереди. У нас прошлого года кросочки остались все? У меня? Да, лет... В общем, если такими темпами, то лет на 10. Еще на десятилетие. Да, но другое дело, я не знаю, сколько они хранятся. Я больше трех лет не хранил. Понятно. Вот. А так, я их сейчас летом... А персики в этом году что, как? Ну, персиков, значит... У меня же как бы два сада. Сад Дублер Чернобаева, он укрывал. У него урожай хороший. У меня не укрытые без плодов. И только в теплице. У меня там всего два с половиной дерева персиковых. Те с плодами. Но в теплице. А это уже неинтересно. Ну, это понятно уже. Нет, все равно есть предел всему. Ну, в этом году я весной выписал, короче, саженцы с Хабаровска. От Чудопавора Сергея Владимировича. О, это волшебник. Ну, вот его три сорта. У меня как бы каманч, подарок осени и азиат. Только укрывать, укрывать. Я теперь буду укрывать все. Вариантов нет. Он укрывает и не скрывает это. Ну, я знаю. Только укрывать. Но зато будете персики кушать и без отравы. Ну, такие вот у нас проблемы. Так, значит, косточки у вас есть. Можно будет, если что. 15 рублей косточка, потому что я по 30 начинал продавать. Урожай 22 года в прошлом году. А сейчас лета спроса нет, куда деваться. 15 рублей косточка. Любая. Сливовая, вишневая, абрикосовая. И сейчас тоже летом рассылаете. Да, а что, не в курсе? Конечно, рассылаю. Куда деваться-то? Кто нас кормит? Пенсия? Ну, у меня пенсия 14 тысяч. Ой, у меня хотя бы 21. Да. Да. Что-то грустный получился разговор. Да, ну, жизненный. Жизненный. Ну, ладно, будем заканчивать на нас. Поеду траву качить. Давайте. Ага. А я буду дальше фильм снимать. А, ну, счастливо. Счастливо. Так, друзья. Так сложилось, что фильм получился такой. Я начал говорить о новом направлении, которое уже, кстати, и заглохло. Вот. Это было явление временное, анастасиевское движение. И я все-таки, наверное, сейчас остановлю запись. И продолжу этот разговор уже как бы в следующей серии. Потому что длинные разговоры сейчас не одобряются вами же. Люди устают слушать. Я это знаю, потому что я сам устаю слушать, если больше 20 минут. Так, ну что. Будем делать вторую серию. Давайте пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok